Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева. И вначале коротко о главных темах последних семи дней. Реконструкция котельной в Краскове завершится в декабре. День пожарной безопасности провели в Люберцах. Подписан меморандум о развитии самбо на территории городского округа. 205 лет Бородинской битве в Московской области прошел масштабный фестиваль исторической реконструкции. В Краскове увеличат мощность котельной номер один, которая должна обеспечить теплом долгострой Грин-Сити. В настоящий момент на объекте идет реконструкция. Ее планируют завершить в декабре. История с долгостроем Грин-Сити в Краскове давняя. С 2015 года обманутые дольщики не могут заселиться в свои квартиры. Дома все никак не достроят. В настоящий момент появилась подрядная организация, готовая завершить строительство. Начались работы по увеличению мощности котельной, которая обслуживает этот район. Там устанавливают еще один котел. Она сейчас работает на 9 мегаватт. Для ввода дома Грин-Сити, который строится, необходимо было еще добавить на эту котельную 3 мегаватта. В настоящий момент ведется реконструкция данной котельной, чтобы можно было в отопительный период обеспечить данный дом теплом и горячим водоснабжением. Глава округа Владимир Ружицкий посетил объект, чтобы проверить качество и темпы работ. Он заметил, что в целом подготовка к зиме в Люберцах подходит к завершению. Тепловое хозяйство готово к отопительному сезону почти на 100%. Мы ставим задачу, чтобы этот котел был вмонтирован и должен быть произведен запуск тепла до 1 декабря. Ну а дом, в котором сейчас завершаются отделочные работы, запланировано сдать до конца года. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. На прошедшей неделе в Люберецком дворце культуры прошел день солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках мероприятия состоялась патриотическая концертная программа. Вспоминали трагедию в Беслане и погибших по всему миру в террористических актах. Открывала акцию глава округа Владимир Ружицкий. 333 человека погибших, из них более половины дети. Трагические события сентября 2004-го, произошедшие в Беслане, вспоминают по всей России как день солидарности в борьбе с терроризмом. Такое чувство, что это было вчера. Так или нет? Время быстро идет. Повторы возможны или нет? Если мы будем говорить откровенно, то, конечно, возможно, к сожалению. С сегодняшнего дня, если мы посмотрим в историю, то после 2005 года было целый ряд терактов. Однако, заметил глава округа, сегодня в России хорошо работает правоохранительная система и силовые структуры научились бороться с терроризмом. А если еще и жители будут бдительны, безопасность в Люберцах можно сохранить совместными усилиями. После вступительной речи Владимира Ружицкого последовала концертная программа как символ победы жизни над смертью. Мне шарманка, но победа восстанная Эту песню далеких времен Как над ниже городской ярмаркой Разливался малиновый звон Также в память о трагических событиях, произошедших в сентябре 2004-го в фойе Люберецкого дворца культуры, была организована выставка детских художественных работ. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ День пожарной безопасности провели в Люберцах. В масштабных учениях, которые прошли на территории дворца Спорта Триумф, приняли участие порядка 500 детей. Они смогли поучаствовать в эстафетах и викторинах на противопожарную тематику, а также своими глазами увидели, как работают люберецкие огнеборцы. Торжественная линейка, концерт, демонстрация пожарно-спасательной техники и познавательно-развлекательная программа. Такое мероприятие для люберецких школьников от 11 лет и старше прошло в рамках ежегодного месячника безопасности в Московской области. Цель данного мероприятия – внести вклад в развитие и пропаганду пожарно-спасательного дела, привить интерес подрастающего поколения к профессии пожарного и спасателя. Посетил праздник и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Он рассказал детям о том, как важно соблюдать технику пожарной безопасности. И в этом городе дома какие в основном? Многоэтажные. И когда в многоэтажном доме происходит возгорание, кто страдает? Все! Молодцы, все! Далее для ребят заработали 9 игровых площадок. Эстафеты, где соединяют пожарные стволы с рукавами и переносят огнетушители. Конкурс рисунков на асфальте, на диване спасательного бундирования на скорость, художественный конкурс и испытания на проверку знаний. Если возник пожар в квартире, что нужно сделать в первую очередь? Позвонить пожарную охрану. Дальше. Выйти из дома. Выйти из дома, закрыть окна и двери, да? Да. В завершении мероприятия всех участников ждало вкусное угощение. Настоящая полевая каша и чай с пряниками. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, Телеканал ЛРТ. Готов к труду и обороне. На этот раз на стадионе «Торпеда» в Люберцах нормы ГТО сдали самбисты. Напомним, этот вид спорта вошел в российский комплекс физических нормативов в 2015 году. Интересно, что само название «самбо» — это сокращение от «самозащита без оружия». Этот осенний день на стадионе «Торпеда» запомнится членам Всероссийской Федерации самбо надолго, ведь сегодня здесь они впервые сдают нормы ГТО. Я сегодня как посол этого комплекса ГТО и одновременно президент Федерации самбо приветствую этого. И мы хотим своим примером показать, как нужно относиться к своему здоровью и как нужно выполнять указы президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Самбо включили в комплекс ГТО два года назад. Еще в советские времена этот вид спорта входил в комплекс физических нормативов. Поэтому у экспертов и возникла идея возродить утраченный опыт. Сегодня среди спортивных испытаний для сдачи нормативов ГТО по самбо — бег, подтягивания, отжимания, плавание, стрельба и другие. Вот я только что пробежал кросс, видите, еще отдышаться не могу. Все очень замечательно, такой прекрасный праздник. Мы хотим показать всем, и в том числе нашим самбистам, и всем спортсменам, и детям России, что пределов возраста нету, надо в любом возрасте выходить на беговую дорожку. Самбо занимаются не только мужчины. Девушки по всей стране активно интересуются этим видом спорта. Секретом популярности самбо у прекрасной половины человечества поделилась мастер спорта России по самбо Нина Новгородцева. Пока веду золото, но сейчас осталось два километра пробежаться, стрельба и плавание. Ну, надеюсь, все-таки на высший значок сдать. Самбо — это очень хороший вид спорта для всех девушек разной комплектации. От миниатюрных манекенщиц до таких более побольше. Самбисты отлично знакомы с техникой правильного падения, что очень важно как в непредвиденных опасных ситуациях, так и в банальных бытовых. В общем, плюсов от занятий самбо огромное количество. Именно поэтому в конце мая было принято решение о создании федерации самбо в городском округе Люберцы. На данный момент этим видом спорта здесь занимаются в десяти клубах. Кроме этого, самбо преподают в школах. У нас в Люберцах действует программа «Самбо в школы». Эта программа сейчас пробуется на базе девятой школы. 635 человек, учеников в качестве третьего урока физкультуры посещают секцию самбо, где их учат прежде всего правильно падать, объясняют основные базовые принципы нашего вида спорта. В Люберцах проводят большую работу по популяризации самбо в округе. И как раз с этой целью во время сдачи нормативов ГТО на стадионе «Торпедо» Владимир Ружицкий и Сергей Ельсеев подписали важный документ – меморандум о развитии самбо на территории Люберец. И обмен торжественный! Планируем совместную деятельность, взаимодействие, помощь федерации Люберецкому спорткомитету с самбистом. Мы, кстати, создали федерацию самбо в Люберецком районе. У нас сегодня это более 800 человек занимается самбо. Я думаю, эта цифра будет расти. Самбо – относительно молодой, но быстро развивающийся вид спорта. Его официальные даты рождения принято считать 16 ноября 1938 года. Философия самбо – противодействие противнику без применения оружия. У самбистов очень развиты морально-волевые качества, чувства патриотизма. Занятия самбо формируют твёрдый характер, стойкость и выносливость. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. С 1 сентября в поликлиниках Московской области упразднили регистратуру. Теперь записаться на приём к врачу можно с помощью единого колл-центра, информата в лечебном учреждении или через интернет. Однако нововведение смутили старшее поколение жителей Люберец, с которым по старинке позвонить в поликлинику было привычнее и проще. Разъяснительную работу с пенсионерами проводят сотрудники администрации. Для нас, старых людей, вообще это очень тяжело. Даже через терминал. И даже не дозвонишься, по полчаса держишь. Возмущению собравшихся в Люберецком доме ветеранов нет предела. Причина тому – упразднение регистратуры – одного из главных, как они считают, подразделения в поликлиниках и больницах. Потому что бабушки идут туда. И стоят такой очередь в этот терминал, чтобы её сделать. Я правильно поняла вас, да? Именно для того, чтобы правильно понимать все нововведения, касающиеся записи к врачу, теперь, когда привычной регистратуры больше нет, и организовали это собрание в Доме ветеранов. На встречу с пенсионерами приехала Ирина Назарьева. Она подробно ответила на все вопросы и успокоила собравшихся. У терапевта на столе сегодня стоит компьютер. Он должен по компьютеру выйти на расписание диагностического центра, выйти на приёмы того врача, которому он вас хочет направить на консультацию, и записать. Таким образом, подробно и обстоятельно на многочисленные вопросы пенсионеров, а их в Люберецком центре ветеранов собралось порядка 60, отвечали и главврачи поликлиник. Администратор, который владеет информацией не только вот кто где сидит, в каком кабинете, но информацией, как вот попасть в консультативно-диагностический центр, как записаться в МОНИКИ. То есть вот они как бы отбирают людей от стойки регистратуры, ведь мы знаем, что в регистратуру стоят и спросить, и чего-то там записаться, и как, и чего. Это вообще очень удобно. В регистратуре действительно снизились очереди, и они, если есть очередь 5-6 человек, она быстро уходит, понимаете? Напомним, регистратуру как раз упразднили для этой цели сокращение количества очередей и времени ожидания записи к врачу. Вместо этого все учреждения оборудуют специальными информатами. Рядом с каждым дежурит администратор, который поможет записаться к врачу, а также уладит любой другой вопрос в рамках своих полномочий. Кроме этого, к врачу можно будет записаться, воспользовавшись порталом государственных услуг или позвонив по единому бесплатному номеру. Последний способ вызвал у пенсионеров особое недовольство. Главные претензии – длительное время ожидания ответа оператора и невозможность решить по телефону свои проблемы. Мы послали с ожидания. Я до сих пор жду, я звоню каждый день, я говорю, ну чего? А нет ничего, нет ничего. У меня там сейчас же лекарство, у меня там стоят в поводке. И что делать будем? Действительно, специалисты отмечают, что работа колл-центра пока до конца не совершенна, а на отлаживание новой системы нужно время. А вот запись к врачу через портал госуслуг как способ работает безотказно. Однако и вот и пенсионеры боятся больше всего. Многие из них с компьютером на «вы». В совете ветеранов, в обществе инвалидов, здесь тоже недалеко находится, на Куракинской, да, ну и еще в ряде мест, где мы посмотрели это возможно, установить компьютеры и научить кого-то из вашего общества оказывать содействие в записи к врачам. Кроме этого, Ирина Назарева заверила всех присутствующих, что с пенсионерами будет вестись подобная разъяснительная работа до тех пор, пока нововведения не станут для них привычной частью жизни. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий и Лидия Антонова провели открытый урок в Люберецкой школе номер 28. Главная тема занятия – как найти свое призвание. Глава округа и депутат Государственной Думы рассказали о своем профессиональном опыте и обсудили со школьниками ряд среднеспециальных и высших учебных заведений. На встречу с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким и с депутатом Государственной Думы Лидией Антоновой пришли в основном старшеклассники. Тема беседы – серьезная о выборе профессии, продолжении учебы после школы. В Люберцах есть где учиться. В таможенную академию поступило около полутора тысяч человек. Сегодня таможенная академия – это один из лучших вузов России. Если Владимир Ружицкий в основном говорил об учебных заведениях нашего округа, то Лидия Антонова затронула в целом историю края. В Берецкой земле вышло очень много талантных людей. Здесь делают все, начиная с космонавтов, костюмов, уникальные станки, уникальные приборы, уникальные электрометы. И вообще трудно найти, что они делаются на Берецкой земле. И работают здесь такие вот молодые ребята, как вы. Также депутат отметила, что детям следует выбирать то дело, которое у них лучше всего получается. Тогда вырастают шансы добиться успеха. Кроме того, во время мероприятия перед школьниками выступили представители крупнейших люберецких предприятий с презентацией перспектив и возможностей, которые они готовы предоставить молодым специалистам. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Мечты сбываются. Во время прямого эфира с Владимиром Ружицким в редакцию телеканала ЛРТ дозвонился 11-летний Кирилл Петров. Мальчик попросил установить во дворе его дома детскую и спортивную площадки. Просьбу юного люберчанина исполнили в течение двух недель. На спортивной площадке я занимаюсь каждый день. Я люблю спорт и это мой любимый тренажер. Он нравится мне тем, что он качает мускулатуру. Теперь занятия спортом на свежем воздухе стали доступнее. Каждый день вместе с друзьями Кирилл проводит здесь всё свободное время. Упражняется на тренажёрах, выполняет невероятные трюки на турниках и играет на детской площадке. О такой спортивной и развлекательной зоне около дома Кирилл мечтал давно. До этого здесь была старая площадка с изношенными элементами. Когда её наконец-то демонтировали и приступили к строительству новой, работа почему-то остановилась. Чтобы решить эту проблему, мальчик позвонил главе округа Владимиру Ружицкому во время прямого эфира на телеканале ЛРТ. Разговор у нас прошёл хорошо, мне было не страшно. Решение было с помощью мамы. Она разрешила мне позвонить и уговорила, чтобы я сказал ему, чтобы нам построили эту детскую площадку. Новой площадке радуются не только дети, но и их родители. Молодые мамы, например, спокойны за безопасность своих малышей. Нам очень нравится площадка, мы сюда приходим почти каждый день. Здесь есть удароплощающий покрытие, что очень важно для маленьких детей. А дети, в свою очередь, наслаждаются играми на площадке. Теперь ради того, чтобы покататься на каруселях, не надо идти в соседний двор. Спасибо большое, Владимир Петрович, что вы нам сделали такую хорошую детскую площадку. Луиза Егязарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Долгожданное подключение. Жительница деревни Матякова наконец-то добилась присоединения к своего дома к местному газопроводу. Прежде она обращалась с просьбами в Мособлгаз, однако это не возымело эффекта. Тогда женщина попросила помощи у главы городского округа Люберца Владимира Ружицкого. Спустя пару недель после визита к главе Анастасия Митрякина добилась врезки своего дома в газопровод Мособлгаза. Женщина вспоминает, с каким трудом ей это удалось, и благодарит за помощь в решении вопроса Владимира Ружицкого. Жители, обращайтесь, если что, за помощью к главе. Вам обязательно окажут. И мы всё-таки живём в правовом государстве. Этот случай победы закона над произволом служб ЖКХ – лишнее доказательство тому, что справедливость всё-таки существует. Главное – не опускать руки и продолжать идти к своей цели. По данному вопросу обращался около четырёх месяцев Мособлгаз. Мособлгаз тянуло вопрос подключения дома. На прошлой неделе было проведено совещание в Мособлгазе. Был подписан окончательный договор на пуск газа к жителю. И сегодня Мособлгаз произвёл долгожданное подключение жилого дома в посёлке Мутиково к газу. На еженедельном оперативном совещании Александр Проворов представил отчёт о результатах проделанной работы. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Житель Люберец обратился в редакцию телеканала ЛРТ с жалобой на состояние многоквартирного дома по улице 3 Красногорская. Мужчина просит управляющую компанию заменить электропроводку, а также обратить внимание на газовые отопительные трубы. В ситуации разбирался наш корреспондент. Дом номер 33 по улице 3 Красногорская построен в 1974 году. По словам Руслана Светличного, в девятиэтажке ни разу не проводился капитальный ремонт. Обратившись в ЛГЖТ, молодой человек выяснил, что дом стоит на очереди. Необходимые работы проведут в 2026 году. Однако житель беспокоится, что до этого времени газовые трубы просто не доживут. Отопительные трубы выработали свой ресурс. К ним даже невозможно приручить новые радиаторы. Сантехники за это уже просто не берутся. Там только начинают что-то делать, начинают сыпаться ржавчины. В нашем доме зимой уже стало прохладно. Я стал звонить в ЛГЖТ, узнавать почему. Там мне наконец признали, что уже просто опасаются подавать высокое давление в нашу отопительную систему, чтобы не было прорывов. Самым первым и обязательным шагом для досрочного включения дома в программу капитального ремонта является общее собрание собственников. Так как по этому адресу его не проводили, в ЛГЖТ нет никакой конкретной информации. Для того, чтобы заняться этим вопросом, сотрудники управляющей компании должны получить протокол от жильцов дома. Управляющая компания собирает пакет документов для включения дома в программу капитального ремонта. И далее отправляет эти документы в администрацию для последующего отправления их в фонд капитального ремонта. Окончательный ответ зависит от нескольких параметров. Перед тем, как одобрить проведение капитального ремонта, специалисты учитывают год постройки дома, дату последних проведенных работ, уровень износа и платежную дисциплину собственников. И лишь пройдя все эти испытания, жители дома могут рассчитывать на капитальный ремонт. Луиза Егезарян, Дмитрий Шарапов, Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. На минувшей неделе исполнилось 90 лет люберецкому врачу Нине Ивановне Андреевой. Безусловно, заслуженной доктора дала медицине более 60 лет своей жизни. Поздравили юбиляршу на торжественном мероприятии в Томилинском дворце пионеров. Она вырастила 4 поколения томилинцев. Для жителей посёлка Нина Ивановна не просто доктор, но и добрый наставник и незаменимый друг. Переехав 55 лет назад в тогда ещё Люберецкий район, Нина Андреева начала свой путь участковым педиатром. Уже имея за плечами опыт работы, настойчивый, грамотный и принципиальный доктор, стал по сути основоположником педиатрии в посёлке Томилино. Получил я участок, участок птиц фабричный. Тут я сколько, год-полтора, наверное, поработала. Поменьше двух лет. А потом заведовать поликлиникой. Тут уже даже не знаю сколько, я всегда говорю, тысячу лет. Общий стаж без четырёх месяцев 65. Уж люди столько не живут. Сегодня нет такой семьи, которая не знала бы эту удивительную женщину. Поздравить с юбилеем Нину Ивановну пришли не только друзья и бывшие коллеги, но и представители местной власти. Стоит отметить, что и сама доктор Андреева девять раз избиралась депутатом поселкового совета. И хочу вам вручить благодарственное письмо от Совета депутатов за подписью председателя Сергея Николаевича Антонова за большой личный вклад в развитие системы здравоохранения. Многолетний добросовестный труд, чёткое отношение к пациентам и в связи с 90-летним юбилеем. Нина Ивановна выбрала именно эту отрасль медицины неспроста. Своими воспоминаниями она поделилась с гостями праздника. Ну, лечебный факультет пойдёте? Я говорю, не пойду. Почему? Потому что я старух не люблю. И лечить их никогда не буду. А пойду я на физиатрические, будто детишки, чтобы они вырастали у меня на глазах. Вырос у неё на глазах и сам Игорь Дворников. За здоровьем будущего главы городского поселения Нина Ивановна следила с первых дней его жизни. Родился, кричит хорошо. Дальше зубки прорезались, зубастый будет. Вот. Потом пошла в детский сад. Пляшет, поёт, весёлый будет. И таких воспоминаний у Нины Андреевой тысячи. Сейчас, встречая своих бывших пациентов, которым уже далеко за 40, она до сих пор называет их своими детьми. Луиза Егязырян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы почти на 10% выросло количество свадеб. С начала 2017 года законно оформили свои отношения уже почти тысяча пар. За аналогичный период прошлого года было заключено немногим больше 900 браков. Тамеринский отдел ЗАГС в этом году выдал 86 свидетельств о рождении новой семьи. При этом средний возраст молодожёнов увеличился до 25-30 лет. В городском округе Люберцы стали чаще вступать в официальный брак. Статистика гласит, что в 2016 году было заключено 919 браков, а за прошедший период 2017 года заключено уже 992 союза. В 2016 году по всему Люберецкому городскому округу было зарегистрировано 919 браков. В 2017 году было зарегистрировано 992 брака. То есть тенденция увеличения браков. В Тамилино в 2016 году было зарегистрировано 76 браков, а в 2017 году было зарегистрировано 86 браков. В Тамилинском отделе ЗАГСа нет интенсивного потока молодожёнов. Здесь обычно регистрируют браки те, кто хочет просто расписаться в окружении узкого круга родственников. Марина и Сергей специально решили подавать заявление именно сюда. По их мнению, тут уютно и тихо, а они мечтали о скромном торжестве. И несмотря на то, что приезд нашей съёмочной группы их удивил, мы стали их почётными гостями на свадьбе семьи Косачёвых. Сегодня вместе с молодыми пришли мама невесты и их дочка. Скажи, какой сегодня праздник у твоей семьи? У моей сегодня свадьба. А кто Жень? Мама моя на папе. Сегодня в отделе номер 2 Леберецкого управления ЗАГС, главного управления ЗАГС Московской области, производится регистрация брака Косачева Сергея Станиславовича и Кожевниковой Марины Викторовны. Дорогие жених и невесты, с сегодняшнего дня вы пойдёте рука об руку, будете любить, беречь, уважать друг друга, вместе переживая радость и счастливых дней и огорчение. Перед началом церемонии позвольте спросить вас, является ли ваше желание стать мужем и женой добровольным, взаимным и искренним. Прошу ответить ваш жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. Да. Средний возраст молодожёнов также изменился. Теперь в брак чаще вступают люди 25-30 лет. Хотя всего два года назад популярный брачный возраст был от 20 до 25 лет. Традиция ранней женитьбы отходит на дальний план, как и многие другие. Например, традиция широко отмечать свадьбу. В ресторанном бизнесе пока не чувствуют снижения спроса на свадебные банкеты, но отмечают, что скромные ужины молодые пары теперь стали заказывать всё чаще. Когда надо жениться, по-твоему? А, как только сможешь обеспечить себя. Ну, с мужской точки зрения. А, например, обеспечить что значит? Ну, не знаю, заработать денег. Когда вот надо жениться, замуж уходить по вашему? А вы уже или? Уже. Вы уже женаты? Да. А у вас сколько? 25. 25. Вы считаете, оптимальное возраст преступления в брак? Это сколько? От 25 до 28, я думаю. Самые нормальные. Ну, во-первых, заканчиваете школы, колледжи, институты, а там уже, в принципе, устраиваете работу. Армию, да, работаете. Армию, да, и уже можно, в принципе, вступать в брак, если на то позволяют, так сказать, материальные принципы и так далее. 21. 21. 20. 20. Кольцо купить. Это важно? Да. А зачем кольцо нужно? Чтобы жене дать. Чтобы предложение сделать. Ну, да. Как делать предложение? Ну, сию-то, конечно, мне. Стань моей женой. Ну, там еще есть такое специальное... Как его назвать? Скатулочка, чтобы... Да, да, скатулка. И вот так встаешь на колени и вот так делаешь. Да, да, да. Выдешься? А кому нужно делать предложение, мальчики? Кому? Девушке. Это понятно. Ладно, какая девушка должна быть? Красивая, умная, богатая. Хорошая. Неважно, сколько вам будет лет, когда вы женитесь или выйдете замуж. Неважно, сколько гостей у вас будет на свадьбе и где вы ее будете праздновать. Главное, это совсем другое. Любовь Горчакова специально для Томилина ТВ. Подмосковье, Татарстан, Крым. В Нарафаминске прошел круглый стол, посвященный вопросам межнациональных отношений. Основной темой обсуждения стал опыт работы общественной организации Татарский национальный центр Московской области. Среди участников мероприятия были также и гости из Российской республики Крым. Круглый стол Подмосковья, Татарстан, Крым в Нарафаминске собрал представителей правительства Московской области, местного самоуправления, общественной палаты, руководителей национальных и общественных объединений. О самых успешных практиках в установлении партнерских связей между Подмосковьем и Татарстаном рассказали члены организации Татарский национальный центр Московской области. Это книга из памяти и славы об уроженцах Татарской ССР, кто родился в Татарской ССР, только родился в Татарской ССР, погибших, умерших от ран и пропавших без вести в ходе битвы под Москвой и похороненных на территории Московской области. Также уже 12 лет Татарский национальный центр проводит праздник Сабантуи в России. А сейчас организация разработала проект «Подмосковье. Крым. Севастополь». Это ряд мероприятий, посвященных возвращению Крыма в Россию. Среди них выпуск альбома с песнями подмосковных авторов о Крымском полуострове и сотрудничество с Межнациональным центром культуры и творчества женщины Крыма. «Радует то, что люди не боятся ехать в Крым. Они действительно соскучились. Это чувствую. И, конечно же, крымчане – терпеливый тоже народ. И, наверное, ну, может быть, нужно было испытать Крыму этот 20-летний период, скажем, у власти Украины, чтобы потом понять, на самом деле, кто мы есть. Кроме того, на мероприятие активно поднимались темы образования во всех субъектах Российской Федерации в связи с увеличением количества детей-мигрантов в учебных заведениях, а также проблема корректной работы средств массовой информации в теме межнациональных отношений. Тема межнациональных и межрелигиозных отношений в наших средствах массовой информации освещается, мягко говоря, недостаточно иногда, и таким образом, что основано только на каких-то неких вырванных из контекста жареных фактах. Это свидетельствует только лишь об одном, что у нас очень мало тех людей, которые могут правильно освещать эти события». Успешным опытом в области освещения межнациональных отношений в ходе мероприятия поделилась Екатерина Дегтярева, генеральный директор телеканала ЛРТ. Кроме того, в рамках своей деятельности председателя комиссии по межнациональным отношениям общественной палаты городского округа Люберцы, она рассказала о том, как развивается сотрудничество между люберецкими национальными организациями. «У нас в городском округе Люберцы где-то около восьми национально-культурных автономий. Они все активно участвуют в жизни города. Наш телеканал уникален тем, что мы специализируемся на освещении межнациональных отношений. Не просто праздники, мероприятия, круглые столы, все, что связано с официальными мероприятиями, но и также делаем социальные, патриотические, интернациональные ролики». «Хочется всем, кто победил, сказать огромное «Мадлаба», что с грузинского значит «спасибо». «Спасибо за победу». «Проект Ворминг Креллинг». «Победу». «Снараканвуцён». «Хахтанаге». «Хамаш». «Бизбирьевда гелайба чалмушу». «Ура, ура, ура». «И так будет всегда». По результатам круглого стола было решено рекомендовать использовать опыт Татарского национального центра Московской области на муниципальном уровне для установления побратимских связей между городами Московской области, Республики Татарстан и Крыма. И, кроме того, больше уделять внимание подобным вопросам в средствах массовой информации. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Телеканал ЛРТ. Состоялось очередное совещание ресурсного центра в сфере национальных отношений Единства российской нации регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России. В рамках встречи для членов организации провели экскурсию в редакции телеканала ЛРТ. Началось совещание ресурсного центра регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России с краткого представления участников. Член общественной палаты с 2010 года. Как раз тоже курирую межнациональные отношения в общественной палате. Кроме этого, руководитель регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России. С 2008 года член Конституционного совета по делам национальности Московской области. Сопредедатель армянской общины со стороны. В общем, занимаюсь общественной своей жизнью и готов помогать и делиться своей практикой. Среди основных вопросов повестки дня развития сотрудничества с Российским государственным университетом туризма и сервиса. В частности, с филиалом, который находится в Пушкинском районе. А также планы мероприятия ресурсного центра на конец 2017-го, начало 2018-го года. Почему бы нам не сделать некий автопробег по Московской области? Риотов, Люберцы есть, Мытищи, Пушкина, Дубна, Химки, Домодедово, Подольск, Серпухов, Руза. Где более-менее что-то прям сильно происходит. Почему бы нам не сделать этот некий поиск дружбы? Вот 2018 начинается. Вот подумайте, в какое время, в принципе, можно выдвинуться. Кроме того, среди предложений прозвучала идея провести игру со студентами, посвященную теме межнациональных отношений. А также разработать направление в деятельности ресурсного центра, которое будет нацелено на поиск грантов для национальных организаций. Далее в рамках встречи для всех гостей провели экскурсию в редакции телеканала ЛРТ. У нас четыре рабочие группы, которые работают ежедневно, пишут новости. У нас канал круглосуточный, 24 часа в эфире. Мы в формате HD выходим. На сегодняшний день считаемся одним из самых крупных представителей подмосковного телеканала. Как работает новостная редакция? Сколько людей нужно, чтобы создать один сюжет? Какую технику используют операторы и монтажеры? Об этом и о многом другом узнали гости канала. Также они заглянули в святая святых в съемочную студию и увидели, как выглядит звукозаписывающее ателье. После экскурсии обмен подарками, национальной литературой и творческими разработками. Игра, рассказывающая о 20 народах, проживающих на территории Российской Федерации. Понятно, что эта игра не может показать все многообразие, но начиная с малого можно дойти до 193. Есть с чего начинать, есть с чего учиться. Завершилась встреча членов ресурсного центра в сфере национальных отношений единства российской нации дружеским чаепитием. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Живая история. В Подмосковье состоялся международный военно-исторический фестиваль День Бородина-2017. В честь 205-й годовщины знаменитого сражения с армией Наполеона более полутора тысяч человек приняли участие в его масштабной реконструкции. Самые зрелищные кадры в нашем следующем сюжете. Это не кадры из исторического фильма. Эта русская армия вновь встретилась на поле битвы с наполеоновцами. Точно так же, как в далеком 1812 году. Только пушки, к счастью, уже гремят не по-настоящему. Реконструкторы воспроизвели бой за Шевардинский редут. Он состоялся за несколько дней до легендарного Бородинского сражения. Люди воевали не для того, чтобы убить человека. Это не было какой-то целью или самоцелью. А надо было разбить противника. И в тот момент, когда он попадал в плен, все, он не враг. Его можно посадить было с собой за стол. Люди воевали по правилам. Вот это совершенно 20 век уничтожил, а 21 век так до сих пор не вспомнил. Что люди воевали. Они были внутри рыцарями. И они были милостивы к побежденным. Почувствовать себя настоящим рыцарем того времени, пожалуй, мечта любого юноши. Примерить кусарский мунди, расседлать коня и взять в руки оружие. Но главная цель таких реконструкций – дань памяти погибшим на поле сражений воинов. И очередное напоминание о том, что Россия – непобедимая страна. Французская армия напала на Россию, а не наоборот или в результате чего-то. Поэтому враг пришел извне. И, как говорил Александр Невский, кто к нам с мечом войдет, тот от него и погибнет. Что, в общем-то, и стало правдой. Свидетелями масштабного зрелища стали тысячи людей. И это не только жители Москвы и Московской области. На фестивале можно было встретить гостей из различных стран, в том числе и из Франции. Стоит отметить, многие люди пришли на реконструкцию вместе с детьми. Мы третий год уже приезжаем на реконструкцию. Очень нравится. Грандиозные происходят здесь события. Спасибо огромное тем, кто устраивает такое мероприятие. Очень интересно. Международный фестиваль «День Бородина» проходит ежегодно в первое воскресенье сентября. На этот раз в зрелищной баталии приняли участие военно-исторические клубы наполеоновской эпохи из России и Ближнего и Дальнего зарубежья. Всего события двухвековой давности показали порядка полутора тысяч реконструкторов. Луиза Игия Азарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска во дворце детского и юношеского творчества отметили начало нового учебного года. В этом году учреждение распахнет свои двери для четырех тысяч воспитанников. Новый учебный год во дворце детского и юношеского творчества начался с приятных новостей. Девять воспитанников учреждения стали лауреатами именной стипендии губернатора Московской области. Ребятам в торжественной обстановке вручили свидетельства. Анастасия Букалова заняла призовое место в областном конкурсе «Юные таланты Москвы». Победа досталась благодаря роли бабушки в кукольном спектакле «Синяя птица». На самом деле награда, если бы не коллектив, её бы не было, потому что это не индивидуальная работа. То есть всё зависит от твоего напарника. То есть если бы не какой-нибудь мой напарник, то, скорее всего, я награду бы не получила. Для того, чтобы привлечь как можно большее количество детей к занятиям во дворце творчества, руководство учреждений организовало «Дни открытых дверей». Они проходили с 1 по 6 сентября в Люберцах, Малаховке и Томилине. Каждый педагог представлял себя. Были оформлены выставки поделок, сделанных руками обучающихся, выставки рисунков, грамоты, которые получил творческий коллектив за прошлый год. Проходили мастер-классы по бисероплетению, изобразительному творчеству, бумагопластики. Стоит отметить, что обучение во дворце детского творчества бесплатное. Записаться в объединение дополнительного образования можно до конца сентября. Ожидается, что в этом году в учреждения придут более тысячи новичков. Луиза Егия-Зарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно, следующее узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Я, Наталья Григорьева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!